Напомним, согласно постановлению правительства о 24 июня текущего года, единый проездной теперь смогут приобретать только те обладатели льгот и пенсионеры, не имеющие других мер социальной поддержки, чей доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума для пенсионеров региона. В суммарном выражении это 17 184 рубля. Исходя из нового порядка, право на единый социальный проездной билет получают лишь беднейшие из бедных пенсионеров, считают члены партии «Справедливая Россия». ИССРы также высказали мнение о том, что единый проездной введен в регион еще в 2005 году на основании федерального закона о монетизации льгот и по рекомендации российского правительства. А значит, местные власти не вправе изменять его и лишать поддержки незащищенные слои граждан. На прошедшей накануне конференции регионального отделения политической партии было принято заявление, этот документ в дальнейшем планируется направить в правительство Мурманской области.